Здравствуйте, с вами опять Александр Кузнецов И сегодня я сделаю небольшой обзор системы отопления и водоснабжения Которую наши монтажники сделали в частном доме Здесь можно увидеть ввод холодной воды в здание Заходит полиэтиленовая труба диаметром 32 мм Стоит вводной кран И дальше из полипропиленовых фитингов собран коллектор на холодную воду И пошло распределение по пяти контурам Шестой контур сделан резервный для подключения будущей летней кухни И вот здесь есть контура на кухню, на один санузел, отдельно на котел На второй санузел и на улицу И выше у нас смонтирован второй коллектор Это на горячую воду Возвращается труба горячего водоснабжения с двухконтурного котла, который установлен выше И распределение опять же идет по контурам на кухню, на один санузел, на второй санузел и на улицу Выше здесь можно увидеть стоят тройники с заглушками Это как раз контуры водоснабжения холодного и горячего на улицу То есть на зиму краны перекрываются, вода спускается с этих трубопроводов И тогда на улице краны не развернутся Изначально планировалось, что котел будет устанавливаться в этом же помещении Но в последующем заказчик передумал и котел вынесли на жилой этаж А здесь, в цокольном этаже, оставили вот эти все коллекторные группы И здесь как раз вы видите коллекторную группу отопления Получаются сами коллекторы, трубопроводы подачи и обратки от котла И здесь же установлен дополнительный расширительный бачок То есть один бачок у нас в котле установлен И этот дополнительно для того, чтобы обеспечить резервный объем К коллектору отопления у нас подключены металлопластиковые трубопроводы отопления И дальше пошла коллекторная разводка Она частично здесь выполнена по потолку То есть каждый контур идет на отдельный радиатор Или на группу радиаторов, которые уже распределены по системе Всего установлено 6 радиаторов и один полотенцесушитель И вот эти контура как раз обеспечивают подачу теплоносителя на эти радиаторы и полотенцесушители Ну и здесь можно увидеть основная разводка трубопроводов Выполнена по потолку Подвальное помещение в этом доме идет не под всем домом А только часть его закрывает И здесь идет общий трубопровод канализации В него сводится канализация со всех приборов сантехнических И вдоль как раз проложены трубопроводы холодного и горячего водоснабжения Система канализации здесь по подвалу имеет достаточно большую протяженность Поэтому установили две ревизии на случай, если возникнут какие-то засоры То есть вот одна у нас ревизия здесь установлена И за поворотом установлена еще одна ревизия Еще хочу обратить внимание на один нюанс Мы стараемся в частных домах делать разводку преимущественно 110 трубой По снипам, если канализация прокладывается на кухню То туда достаточно завести 50 диаметр Ну могу сказать, что по опыту на практике лучше заводить 110 В квартирах это не всегда возможно выполнить А если вы строите частный дом То лучше на кухню, под мойку заводите 110 трубу Вы таким образом снижаете вероятность засора во много раз Дальше можно подключить от сифона уже 50 трубой Но чем ближе вы подведете 110 трубу к мойке, тем будет лучше Такая вот разводка трубопроводов по потолку имеет определенное преимущество Ну пожалуй, основное и главное преимущество заключается в том Что все трубопроводы находятся в доступе То есть даже если здесь зашить потолок гипсокартоном Или сделать натяжной потолок В случае каких-то аварийных ситуаций все равно можно до трубы добраться Если трубу укладываете на перекрытие Заливать потом стяжку То какие-то возможно аварийные ситуации приведут к дорогостоящему ремонту А здесь даже спустя 10-20 лет Можно посмотреть, если вдруг какая-то утечка возникнет Порыв, то есть это можно участок заменить Или по крайней мере получить какой-то к нему доступ На сегодня все, желаю удачи, всего доброго Хочу обратить ваше внимание вот на такую реализацию такого решения Это водопровод, выведенный на улицу Прямо через стенку из подвального помещения И здесь справа установлен кран холодной воды Пока временно установлена заглушка Здесь будет стоять второй кран на горячую воду И внизу установлен дождеприемник Который подключен к линии канализации дома То есть такое решение имеет определенное преимущество Водой нам приходится в быту часто пользоваться На улице это тоже необходимо Если нужно что-то на улице набрать воды Помыться в летнее время Или что-то помыть на улице И я рекомендую использовать выводы и холодной, и горячей воды То есть для кого-то может показаться это странным Но на самом деле горячую воду на улице тоже удобно иметь Особенно в осеннее время или весеннее Когда водой уже можно пользоваться Но дрызгаться в холодной воде не хочется И вот здесь как раз можно подставить ведро Набрать или открутить штуцер Поставить коннектор и подключать шланги Очень советую, рекомендую Хорошее, удобное решение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!